Спасибо всем, кто собрался. Большое спасибо организаторам, фонду базис, спонсорам за эту замечательную возможность. И меня попросили рассказать расслабляющую лекцию, так что извещение интеллектуальное выражение на лицах это была такая тренировка для какого-нибудь следующего раза. Относительно расслабляющую лекцию, но тут повод случился интересный, потому что... Ну, сначала про повод случился, потому что последняя Нобелевская премия, она за, конечно, экспериментальные работы, и... То есть есть за что ее дать. Люди действительно там не самым простым способом что-то измерили. Ну, правда, давно уже. Вот. А извините, чего-то сделали. Но мотивировка этого дела — это про то, в каком, извините за выражение, мире мы живем, и как устроена квантовая реальность. У меня здесь две буквы пропали. Первое слово было привычное. Ну, потом поправлю когда-нибудь. Значит, мы привыкли жить в мире, где властвует реализм и локальность. Реализм — это философское понятие, которое в двух словах означает, что вещи существуют независимо от того, что мы их наблюдаем. А, что очень важно, когда я наблюдаю, наблюдения выявляют уже предшествующие свойства. Я пришел в этот зал раньше вас и увидел здесь стулья. Я точно был уверен, что стул здесь был до того, как я его увидел. И что он более того, что он имел все те же самые свои свойства, которые, значит, я у него обнаружил. Ну, и второе важное свойство — это прям очень важное свойство — это локальность. Это, конечно, означает, что нет сверхсветовой передачи информации. Значит, все, что на нас может повлиять, лежит в нашем световом конусе прошлого. Вот. Ну, просто замечание в скобках состоит в том, что если бы такого не было, то, наверное, было бы очень трудно вообще формулировать законы природы, потому что если бы все влияло на все произвольным образом, с произвольного расстояния, то мы бы фиг разобрались вообще в том, что где происходит. Значит, неравенство Белла, которые звучат в формулировке Нобелевской премии 2022 года, это теоретическая концепция, которую я, собственно, и хочу немножко по которой пробежаться. Ну, и резюме этих опытов, по-видимому, такое. Или мы отказываемся от локального реализма, или... Ну, это прямо вот каждый должен сделать для себя выбор, там не очень понятно. Или мы должны настолько сильно ограничить... Так следить за своей речью, и за мозгами, и логикой, когда задаем вопрос об устройстве квантового мира, чтобы, не дай бог, не задать вопрос, на который нет ответа. Я чуть-чуть утрирую. Ну, вот, собственно, беспокоящая там нелокальность совсем другого свойства, чем другая совершенно парадигмальная нелокальность, которая там 200 с лишним лет в физике придержалась. Ее Ньютон уже осознавал про свой закон гравитации. Это есть знаменитая цитата, я распять пытался ее переводить. Это тяжелая фраза. Положение вещей, при котором гравитация... По-английски еще хуже. Положение вещей, при котором гравитация была бы присущей материи внутренним и неотъемлемым образом так, чтобы одно тело воздействовало на другое на расстоянии через пустоту, без посредничества, чего бы то ни было еще способного передавать воздействие или силу от одного тела к другому. Это положение вещей. Представляется мне столь колоссальным абсурдом, что, как я полагаю, никто со сколько-нибудь развитым, типа нас, пониманием философских вопросов в него не впадет. Гравитация должна вызываться каким-либо агентом, действующим постоянно и в соответствии с определенными законами. Но вопрос о том, быть этому агенту материальным или нематериальным, я оставил на усмотрение своих читателей. Последняя фраза гениальная, потому что она как бы предугадывает идею поля, для оформления которой у Ньютона не было никаких шансов, ну просто вообще. Ну, как мы знаем, читатели нашлись, идея поля возникла, возникла общая теория относительности, и там разные происходят, но там нет сверхсветового влияния. Значит, нелокальность, с которой мгновенная передача на расстояние через пустоту, она заменилась идеей поля, и так, собственно, все всегда развивалось. Нелокальность, которая вроде бы есть в квантомеханике, совершенно по-другому устроена, вообще по-другому. Во-первых, она строго избирательна, это личные отношения вот этого электрона вот с тем электроном, и больше ни с кем. Она возникает только в том случае, если так или иначе произошел локальный контакт, там есть перенесенная запутанность, но она все равно требует какого-то локального взаимодействия. И, ладно, гравитация. Гравитация, все действует на все, через пустоту мгновенно, но чем дальше, тем слабее. Эта штука, с одной стороны, действует только между этим и этим, а соседи вот этого вообще ничего не чувствуют, но, с другой стороны, она вроде бы не убывается расстоянием. Это действительно довольно странная штука. Поэтому план у меня такой на сегодня. Это запутанность неравенства Белла и настолько, насколько у меня получится рассказать про эксперименты. Ну и совсем не получится, я просто упомяну эксперименты. Дальше я припомню квантовой механике то, что ей давно вообще нужно было припомнить. И все это вместе придет к вопросу о том, как вообще теперь с этим жить, как относиться к миру. можно относиться так же, как раньше, то есть заткнуться и вычислять. Я эту фразу еще прокомментирую. А можно, значит, как-то по-другому. Значит, квантовая механика, как известно, создавалась на немецком языке. И одно из мнений стоит в том, что после Первой мировой войны немецкие ученые были несколько изолированы. Их не приглашали на конференции и так далее. Вот они варились в собственном соку и каким-то образом вот они такое родили. Огромная роль голландцев, есть кто не знает, на всякий случай, Голландия сохраняла нейтралитет в Первой мировой войне. В результате, значит, когда вокруг все друг другу европейцы жутчайшим образом друг другу убивали, голландцы приобрели некоторое такое чувство национального, ну, никого не хочу обидеть, такой вот, ну, скажем так, гордости, может быть, такого легкого превосходства. Потому что вот с ним ничего такого не случилось. В частности, Эйнштейн из Берлина в конце 16-го года ездил к Деситтеру. В Лейден, да? И это оттуда, собственно, и взялось в феврале 17-го года. Там лямбда-член, пространство Деситтера, вот все вот это вот. То есть он мог из... Голландия не была стороной по другую сторону фронта, а была нейтральной стороной. Значит, слово придумал Шрёдингер, оно означает, кто знает немецкий? Куда катится мир? Нет, я нет, но обычно находится кто-то, кто более-менее свободно говорит по-немецки. Значит, означает что-то вот такое вот. Поэтому русский перевод запутанность лучше точно была бы зацепленность, но все равно плохо, но точно была бы лучше. Но вот фершренкунг, значит, прекрасное немецкое слово, английское слово придумал Шрёдингер. Он, собственно, комментировал знаменитую статью Эйнштейна Подольского Розена и сказал, что вот буквально следующее. Давайте я по-русски прочитаю или по-английски. Когда две системы... Значит, тут respective representatives, representative — это волновая функция, он так выражается. Когда имеются две системы, про которые мы знаем... Нет, ну давайте теперь по-английски. When two systems, of which we know the states by their respective representatives, enter in temporary physical interaction due to known forces between them, and when after a time of mutual influence the systems separate again, then they can no longer be described in the same way as before, that is, by endowing each of them with a representative of its own. То есть он говорит, representative — волновая функция, то есть странное соотношение целого и общего. Когда, значит, мы описываем какие-то состояния, потом они зацепляются, перемешиваются, и в некотором роде, в некотором роде волновая функция, каждого из них дают не самые полные в мире описания. И вот ключевая фраза, ради которой я все это по-английски написал. I would not call that one, but rather the characteristic trait of quantum mechanics, the one that enforces its entire departure from classical lines of thought. Ну, вообще линейность в квантовой механике больше, чем что-нибудь другое, есть не классическая функция. By the interaction, the two representatives, or psi-functions, have become entangled. Значит, вот так это слово возникло. А в письмах к Эйнштейну он, значит, написал вот такое. Я тут, ну, все уже игнорировали это дело. Я тут развлекаюсь тем, что, добираясь до сути ваших аргументов, будоражу самых разных умнейших людей — Лондона, Тейлера, Борна, Паули, Сцилларда, Вейли и так далее. Что касается опубликованных ответов, которые я видел, они менее выразительные. Картина такая, как если бы один человек сказал, в Чикаго страшно холодно, другой ответил — это заблуждение. Во Флориде очень жарко. Статья, значит, я еще к ней вернусь, Эйнштейна, Подольского, Розена. Ну, тут уже война скоро началась, какие-то другие проблемы. Уран, деление урана открыли. В общем, Бор потоптался на Эйнштейне, и долгое время считалось, что это так. Не знаю, зачем написали. А количество цитирований за последние 20 лет приобрело дважды экспоненциальный рост, явно превосходящий скорость которой инфляционная вселенная росла и так далее. Значит, они, собственно, запутанные состояния без придумывания этого слова. Эйнштейн, Подольский, Розен описали. И это было в терминах PQ — координаты и импульса. А Бом после войны, Дэвид Бом придумал, что гораздо проще оперировать со спином. И, собственно, спиновый вариант всегда и с тех пор рассматривался. А потом, конечно, выяснилось, когда, наконец, технологии доросли до экспериментов, значит, оказалось, что хе-хе и, собственно, экспериментальный со спином гораздо лучше. Значит, волновая функция запутанных двух электронов написана здесь. Ленард Саскин на одной из лекций написал прекрасную формулу. Корень из двух равен единице. Значит, это значит, что он не пишет никаких там единиц на корень из двух в качестве нормировки волновой функции. Ну и правильно. Вот. И зачем? Значит, обычно им занимаются Алиса и Боб. Значит, Алиса — длинное слово. Почему-то я привык Ани и Яше. Вот. Ну, потому что они по разным углам алфавита. Вот. Там Петя ровно посередине. Если считать букву И, Я, там, твердый и мягкий знак, то Петя примерно посередине. Значит, Петя занимается тем, что создает два электронного в таком состоянии. Там спин вверх, спин вниз. Рассылает их. А у этих, значит, друзей у Ани и Яши. Кстати, одинаковое количество букв, чтобы удобно в слове Ани и в слове Яша. Да! Значит, один приятель мне сказал, ты знаешь, говорит, ты вот стал Алису называть Аней. А знаешь ли ты, что когда Набоков переводил Льюиса Кэрролла, он Алису перевел как Аню на русский язык? Вот. Значит, Петя рассылает вот эти вот электроны. А у тех приборы Штерна Герлаха, ну я напоминаю, что это такое. Это неоднородное магнитное поле, и оно запутывает, на самом деле оно тоже запутывает, спиновое состояние с пространственной части волновой функции. Те, у кого спин вверх, движутся вверх, а те, у кого спин вниз, движутся вниз. В 1922 году это был прям ключевой эксперимент. Сначала с атомами серебра, что ли, с ионами, атомами серебра. В общем, существование спины электроны как дискретный перемен, таким образом было выяснено. Потому что если это классические магнитики, то они ориентированы самым разным образом, и у вас должно появиться не два пятна, а такая непрерывная полоса. А электрон, значит, не хочет измеряться ни в каком другом состоянии своего спина вдоль выбранного направления, кроме как там плюс h пополам, ну а плюс h пополам, h бар пополам и минус h бар пополам. Значит, результаты из-за того, что волновая функция вот такая, результаты строго антикоррелированы. Ну, то есть, если Аня, ее первый электрон, для нее коэффициент одинаковый, но 1 и минус 1 в квадрате дают единицу. Значит, если Аня натыкается на первое, то остается, значит, согласно идее коллапса, который я буду еще комментировать, остается только первое слагаемое, тогда у Яши мгновенно оказывается электрон со спином вниз. Если ничего, дел больше для этого не нужно. Если у Ани, она обнаруживает его, в чем она невластна, это ее не касается, и в ней ее возможности решить какой попадется, это настоящий квантовый эндотерминизм. Значит, вниз, то у Яши оказывается спид вверх. Они антикоррелированы, и что приятно, значит, здесь нет никакой зависимости от направления. Если, значит, восстановить все корни из двух, то простое оперирование с базисами показывает, что, ну, это же спиннеры, то есть вы знаете, как они поворачиваются, там экспоненты от Матриц Паули, вы знаете, как они поворачиваются при пространственных вращениях. Что это, например, вот так можно записать. Там, если у Ани влево, то у Яши вправо, ну и, соответственно, минус наоборот. А можно вот так. Вот здесь нет на самом, как угодно, здесь нет зависимости от направления. То есть, никакого направления, только кажется, что вот оно есть, это мне нужно для записи. А на самом деле никакого направления нет вообще. Вот. Но, значит, дальше возникают вопросы, которые, собственно, и породили всю эту историю. Но подождите, пожалуйста. Я же могу, например, ориентировать приборы после того, как пара создана. Вот Петя создал пару, электроны летят, и он же рассылает радиограмму, значит, Ани и Яши. Поворачивайте приборы Штерна и Герлаха, значит, сейчас лежа, сейчас горизонтально, сейчас вдоль оси Х, потом вдоль оси У, потом там под 45 градусов к чему-нибудь. А как же это электроны, каким это образом они сохранят знание о такой вот, что они проявят. Да, а каждый из них случайно что-то выбирает вперед или назад вдоль данного направления, каждый из них получит, проявит это случайно. Но второй должен откликнуться точно противоположно тому направлению, на которое наткнулся первый. Как им это удается. А нетривиально, конечно, здесь то, что они не могут, согласно квантовой механике, нести с собой все значения спина. То есть они могли бы сначала договориться, значит, давай так, если меня спросит про спину сюда, я отвечу вот это, а если с такой-то вероятностью, а если про спину сюда, а ты тогда вот это и так далее. Но они не могут нести с собой значения о разных компонентах спины просто потому, что оператор спины не коммутирует вдоль разных направлений, не коммутирует. Это значит, что их численные значения не могут быть определены одновременно. Значит, еще раз резюме этого дела. Спина электрона 1 предсказывается вдоль любого направления после измерения спины электрона 2 вдоль того же направления. Шрёдингер очень хорошо, у него были не спины, а были P и X. Поскольку я могу предсказать или X1, или P1, то есть это не коммутирующие переменные. Для меня это или там спин вдоль X, или спин вдоль Y, или спин вдоль Z, как угодно. Две не коммутирующие переменные про одну систему. Поскольку я могу предсказать или X1, или P1 без вмешательства в систему номер 1, и поскольку система номер 1, как ученик на экзамене, не может знать, какой из двух вопросов про X или про P, я собираюсь задать в первую очередь, представляется, что наш ученик готов дать правильный ответ на первый вопрос, который ему зададут, неважно какой. Следовательно, он должен знать оба ответа. А такое знание представляется довольно удивительным, ровно по той причине, по которой я сказал. Он не может нести с собой два значения величин оператора, которых не коммутируют друг с другом. Но Эйнштейн отсюда сделал буквально следующий вывод. Или то, что он назвал спуки, это слово означающее что-то пугающее с оттенком потусторонности. Довольно трудно перевести. потусторонне пугающее, такое привиденческо пугающее действие на расстоянии, или электронам таки известно заранее все ответы на спины вдоль всех направлений. Поскольку эта информация не помещается в волновой функции, следовательно, квантовая механика не полна. Значит, работа и пиар Эйнштейна Подольского Розена, как это сказать, misfortunate немножко, потому что по разным причинам. Вторая из них состоит в том, что ее написал Подольский, Эйнштейн не читал. Подольский увлекся деталями, и месседж потом оказался смазан, что часто бывает, когда пишешь статьи. Вот, то есть потом понимаешь, надо было писать совсем по-другому. Эйнштейн потом в письмах разъяснял, что они, собственно, хотели сказать, и про что статья. Но перед этим еще Подольский подложил ему и другую свиню. Хотя перед этим Эйнштейн, значит, писал ему рекомендации, писал, что это один из самых способных теоретических физиков своего поколения, и просил других людей написать ему рекомендации. Подольский слил информацию, удивительное дело, казалось бы, совершенно не пиаровский век, в The New York Times, и там вышел вот такой вот заголовок. Причем, заметьте, тут все довольно честно. Тут сказано, scientist, в смысле ученый, и двое его коллег находят квантовую механику неполной, даже пусть при этом правильной. Значит, во времена, задолго до тик-токов, никто не читал уже под заголовком. Все читали только заголовки. Осталось только вот это. Эйнштейн критикует, это не обязательно переводить как атакует, вот, это слово так более широкого значения, нападает, но вообще критикует, критикует квантовую теорию. Вот, значит, скрытые параметры, есть Калл Эйнштейн, а значит, как раз они, ну, есть вот это знание о всех значениях спинов, а раз квантовая механика не позволяет их упаковать в волновую функцию, они, ну, они не прикрепляются из-за того, что он оператор, значит, квантовая механика не пал. Ну, заодно, считал Эйнштейн, ему не очень нравился эндотерминизм, но это, мне кажется, в данном случае вторично, хотя кто его знает. Заодно там эти скрытые параметры вернут эндотерминизм. Ну, в каком смысле? То есть, мы сейчас думаем, ну, и вот так с тех пор многие думают, что в квантовой механике эндотерминизм такая глубоко фундаментальная вещь, а он может быть такой же, как в стат-механике. Ну, когда я подбрасываю монету, я, конечно, не знаю, там, судья на поле не знает, как она упадет, но если я буду подбрасывать строго одинаковые монеты, откачав воздух строго одинаковой машинкой, то, в общем, они, и магнитное поле уберу, и все такое, они каждый раз будут падать одинаково, а когда не одинаковые будут, тогда это списывать на все-таки какие-то оставшиеся влияния, которые в какой-то момент еще ее повернули. То есть, мы просто не знаем, не можем проследить за всеми деталями, а на самом деле все детерминировано в классической статистической механике. Вот, что значит квантовая механическая вероятность, как бы примерно такая же, думалось Эйнштейну. Значит, внимание, если квантовая механика не полна, то, значит, электроны получают шпаргалки в момент создания пары. Первый, как я уже сказал, ему говорят, что если тебя спросят, какое спинное направление, отвечай вот это, а второму, значит, соответственно, и так вдоль любых направлений А и Б они должны ответить. Ну, поскольку и Аня, и Яша наши получают случайно, выбрав направление они получают рандомно, настоящая квантовая случайность либо вперед, либо назад, они ничего не могут поделать, то нам, значит, скрытые параметры тоже должны воспроизвести случайность. Это значит, что сами инструкции должны меняться случайным образом, в зависимости от каких-то величин, которые с тех пор стали называться hidden variables или hidden parameters, скрытые параметры, и с неким распределением, pr это probability, с неким распределением от лямбды неизвестно каким. Ну, и на самом деле они говорят вот что, значит, первый тогда так это все выглядит научно. Значит, если тебя спросят, о, потом у меня будет большая буква, прошу прощения, вот эта буква должна была быть большой, значит, отвечай А с вероятностью какой-то, вот, а это в зависимости от того, что тебя спросят. И еще, это условная вероятность. И еще, значит, вспомни про то, какие были скрытые параметры, когда вот мы сейчас с тобой договариваемся. Ну и второму, соответственно, второму точно так же. Значит, про распределение вот это, и про сам характер скрытых параметров неизвестно ничего вообще. Ну, мы допускаем любые, но локальные, ну, потому что мы, как бы, если они разговаривают друг с другом не локально, ну, значит, чего тогда говорить? Значит, ну, не локальные, не локальные. Значит, мы сейчас изучаем то самое, мы пытаемся избежать спуки action и distance, и они, значит, локально должны разговаривать. Сейчас мы объясним, что это такое. Ну, и из-за того, что ничего не известно, и ничего нельзя предпринять, вопрос о существовании скрытых параметров оставался абсолютно умозрителем до 64-го года, плюс фон Нойман доказал теорему, у которой, как выяснилось, потом были, ну, у любой теоремы есть посылки, как известно, даже у теоремы Пифагора и в общей теории относительности в нефклидовой геометрии теоремы Пифагора выглядят по-другому. У этой теоремы были посылки, которые, на самом деле, не имели никакого отношения квантовой механики, но этого, как бы, никто не замечал, и все цитировали теорему фон Неймана о том, что она была, к тому же, опубликована только по-немецки, сам Белл до какого-то времени никак не мог прочитать ее, а только видел ее в пересказе. Ну, значит, смысл был в том, что квантовую механику нельзя дополнить никакими скрытыми параметрами. Вот там, что есть, то есть. Вот, отвалите. Потом выяснилось, что теорема, ну, не то что неверная, ну, совершенно ни к чему уж не имеет отношения к, ну, посылки такие, что они не имеют отношения к реальной ситуации. Значит, Белл придумал, что эту шпаргалку, которую обмениваются, которую приобретают электроны, можно обнаружить ничего, это, конечно, здорово, ничего не зная о ее устройстве. Ну, прям совсем ничего. То есть, предполагая какие-то минимальные, делая абсолютно минимальные предположения. Это супер, конечно. Удивительно, ну, я не знаю, но это очень просто. Все-таки то, что это заняло там 30 лет, с 35 по 64 год, ну, так вот, ну, вот что теперь делать. Вот, многие великие... Шрёдингер уже к этому времени скончался. Вот, многие из участников уже не узнали об этом, значит, замечательное явление. Развитие могло, может быть, пойти по-другому. Значит, идея такая. Ну, я иногда шучу здесь, что когда с вами в серьезных организациях беседуют, и хотят от вас что-то узнать, вам задают вопросы не только там, которые отвечаете, да нет, а внимательно следят за тем, как вы врете, а потом анализируют, консистентно или неконсистентно вы врете. Вот, вам одно и то же три раза спрашивают. Вот, значит, здесь прямо ровно то же самое. Что-то шутка не прошла, да? Вот, здесь ровно то же самое нужно сделать. Ну, я нормирую отношение спины на плюс один и минус один. Я не хочу с половиной и минус половиной еще аж-баром возиться. Значит, вот спин вперед плюс один, спин назад минус один. Значит, Аня и Яша рассогласовывают направление, вдоль которых измеряют спины. Но если они рассогласовывают направление, тогда строгой антикорреляции не будет. Вот как здесь. Вот здесь одинаково, здесь снова разные, снова разные, иногда одинаковые. Как, спрашивается, измерить степень совпадения, степень корреляции? Ну, ясно как. Нужно перемножить, тогда везде где разное будет минус одним. И везде, где одинаковые по разным причинам, плюс один на плюс 1 и минус один на минус. Будет плюс один. Ну так же, как вот здесь. Ну, и взять среднее. Вот от этого. Здесь у меня 26 что ли, или 24 измерения? Ну, понятно, что если на каждый... Почему это мера? Еще раз, почему вот среднее от результата у Ани на результат у Яши, плюс один или минус один, почему среднее дает степень корреляции? Ну действительно, подумайте еще раз, если на каждое плюс один у Ани у Яши всегда приходится минус один, ну и наоборот, на минус один плюс один, то среднее будет близко к минус единице, там почти все слагаемые будут минус единицы. Вот сейчас, кстати, минус 0,77 вот в этой таблице. Ну а если на плюс один у Ани у Яши поровну минус единицы плюс единиц, ну тогда чего? Тогда они сожрут друг друга при суммировании, и среднее будет близко к нулю. И степень корреляции, конечно, зависит от направления. Значит, нужно четыре действия, вот что удивительно. Это на самом деле не классическое неравенство Белла. Белл написал его там с тремя положениями детекторов, и там было... Ну вот его тоже можно воспроизвести, но это красивее, и это проверяется, а первая буква здесь это Клаузер, это Нобелевский лауреат. Ну не за это, не буквально за это, но просто он тогда же, когда он этим заинтересовался, я потом про него скажу два слова. Вот, значит, но иногда говорят вот это вот Си Хэйч, Си Хэйч, Клаузер, Хорн, Шимани и Хольд, по-моему, да. Вот, ну вот из известных людей Клаузер и Шимани, и один из тех, кто на букву Х. Вот, ну часто говорят просто неравенство Белла, ну вот, просто как вы один раз что-то придумали, вот как тот чувак у меня в начале, на первом, на заставочном слайде, просто как вы один раз туда куда-то там пробились, ну всем уже более-менее понятно, что делать, и подвиги остальных уже важные, но уже не такие. Вот, значит, что вы делаете? Вы выбираете два направления, вот как один у Ани, другой у Яши, и находите, значит, делаете там 100 тысяч опытов, находите устойчиво, находите среднее. Потом меняете направление, это остается прежним, а Аня меняет. Потом меняете наоборот, значит, один возвращается сюда, а этот берет новый. И, наконец, берете два новых направления, вот таких, получаете четыре таких штуки. Термис стоит в том, что вот эта комбинация не может превысить двойки. Неважно, как вы раздаете, неважно, как вы раздаете скрытые параметры, чем вы руководствуетесь, какое у вас распределение по скрытым параметрам. Значит, точные условия анализировались во всех базах, поскольку это неравенство нарушается, это значит, что нарушается, а оно сейчас будет выведено в качестве теоремы. То, значит, все условия к этой теореме обсуждались во всех возможных вариантах, вплоть до самых невероятных, там, что прибор не имеет ясного значения. Все такие предположения, которые мы делаем, очень неявно. Одно ли показание у прибора или не одно, нет ли ретро-каузальности, то есть распределение назад во времени. Ну, так можно сдать любой экзамен. Вы приходите на экзамен, вытягиваете билет, даете сигнал себе назад во времени, какой билет вы вытащили. Готовитесь только к нему, ну и, конечно. Здесь ровно то же самое. И это относительно всерьез обсуждалось. Что значит, когда два электрона попадают в свои детекторы, они шлют, правда, относительно всерьез обсуждалось. Ну, как бы всерьез. Ну, пока не те люди, которые писали и рецензировали эти статьи, это всерьез обсуждали. Они, значит, и эта line of thought, она так еще там фигурирует, потому что она все остальное тоже может объяснить, а при этом, значит, искусство стоит в том, чтобы там не сделать петлю во времени, не сделать машину времени. Значит, они дают сигналы к моменту, и от детекторов шлют сигнал назад во времени к моменту своего создания. Ну, и когда, конечно, тогда чего? Тогда они уже знают, о чем их спросят, и они ровно договариваются о своих спинниках. Значит, забудем про это, даже жалею, что сказал. Значит, останемся в более серьезном поле. Значит, маленькие буквы — это условия эксперимента, ну, направление, ориентация приборов Штерна-Герлаха, исходы эксперимента и, значит, есть вероятности. Основное предположение состоит в том, что при заданных, это условная вероятность, при заданных, а вот небольшая буква даже, у меня там было по-маленькой, при заданных ориентациях и скрытых параметрах Аня и Яша находятся в разных углах лаборатории или земного шара, или солнечной системы, или галактики, или чего-то еще. Ну, это значит, что все то, что буквы B не зависит от… Все то, что происходит с буквами A, там, у Ани, не зависит ни от чего, что происходит с буквами B и наоборот. И вот это очень важно, что все то, что происходит со скрытыми параметрами, распределение по скрытым параметрам, какое-то вероятственное распределение, не зависит от ориентации детекторов. Это то, что называется один из лубхолов, лазеек, которые, собственно, проверяли, и один из лобберского лауреатов, собственно, этим примерно и отметился. Вот, значит, тогда происходит следующее. Тогда, значит, как бы я вычислю то среднее, которое меня интересует? Я беру вот эту вот вероятность, это сумма по лямбда, вот этих условных вероятностей на, естественно, распределение, уж какое есть по лямбде. Ну, сумму можно писать, я пишу интеграл, просто потому что он меньше места занимает. Вот. Ну, и когда здесь А и Б, вот это вот произведение результатов, о котором я говорил, а вот эта штука факторизуется вот так, то я немедленно получаю, что у меня остается сумма по лямбда, здесь А кусок, здесь Б кусок, и, собственно, вот они интегрируются с некоторой мерой по лямбда. А кусок – это вот все то, что измерение на одном конце и распределение, которое вот отсюда взялось, а Б кусок – это вот отсюда. Ну, вот, собственно, это ключевое условие факторизации, оно… Оно, собственно, сейчас, ну, и второе условие тоже, на самом деле, работает. Значит, вычисляем комбинацию этих средних. Немедленно модуль падает вот сюда. Каждый из этих лежит в интервале от минус 1 до плюс 1. Ну, есть вариант, когда вы просто, там, такой примитивный, когда они просто плюс 1 и минус 1. Но уж точно оно за этот не выходит. Максимум модулей, когда все эти, вот, они равны плюс 1 и минус 1, и это поэтому очень легко убедиться. Но тогда, смотрите, теперь, значит, все быстро очень сводится к тому, что они… Нам же максимум нужно найти, мы ограничить это хотим, что они равны плюс 1 и минус 1. Но дальше смотрите. Значит, итак, Б равны каждой из них, либо плюс 1, либо минус 1. Если они противоположны друг другу, то это слогаемое умерло, а это тогда равно двойке. А если они совпадают, то это умерло, а это, наоборот, равно двойке. Ну, все. А это равно по модулю единица. И это по модулю равно единице. Поэтому, что ни делайте, максимальное значение этого самого дела, сумма модулей равна 2. Вот. Вот такое неравенство Белла. Ну, а… То есть, есть скрытые параметры. Ну, правда очень просто. Просто нужно было догадаться, что важно смотреть, как корреляции спадают, чтобы вот такое написать. Ну, а я, конечно, скоро не из двух восстановил. А настоящее среднее, мы понятно, как считаем. Это матрица Паули. Берем среднее по состоянию. И замечание. Значит, ну и получаем ответ. Да, минус косинус угла между двумя направлениями. Есть это спины электронных. Там двойного угла, если это по поляризации фотонов. Значит, замечание. Вот спуки, акшн, это дистанс, который пугал Эйнштейна. Это на самом деле никто никогда не думал о неточной корреляции. Вот это вот этот вот случай, когда они, детекторы строго, ну там, либо так, но либо строго-строго, что то же самое, рассогласованы. Вот это как раз легко воспроизводится скрытыми параметрами. А вот Белл придумал, что действительно важно смотреть, как корреляция спадает, когда, значит, вы начинаете вот этот вот угол менять. Ну и в квантовой механике, значит, вот это вот среднее, значит, предлагается взять такую схему, когда углы между последовательными углами, надо было нарисовать эту схему еще раз, который я нарисовал, все они там одинаковые. Тогда, значит, оно сводится, ну вот вы просто так выбираете и все. Ну и это выражение точно больше двойки при некоторых углах фи, и максимум достигается, максимум равен 2 корня из 2. То есть вот неравенства Белла успешно нарушаются. Ну, значит, наверное, какое-то из условий, совершенно безобидное, совершенно очевидное условие в теореме Белла, что то, что здесь, не зависит от того, что там, что очень далеко. Вот. Оно, наверное, неверно. Вот. Значит, справедливости ради. Все первые опыты делались на фотонах, там горизонтальные и вертикальные поляризации, там все так работает, что углы удвоенные, ну и там тот же самый 2 корня из 2 нарушения при Пи на 8, просто у нас там будут углы потом в конкретных примерах. Там вот такой вот угол максимального нарушения не 45 градусов, а сколько там, 22 с половиной. Значит, единственное, еще такое попутное замечание, тут вдруг из этих всего таких наивных рассуждений, вроде простых, периодически выстреливает какая-то сумасшедшая математика. Значит, вот спрашивается, а во сколько раз квантовая механика в состоянии нарушить неравенство Белла? Оказывается, что на этот счет есть ограничения, что если бы она была, я это не очень хорошо могу прокомментировать, но есть утверждение, что если бы она была устроена немножко по-другому, то нарушения могли быть еще больше. Но квантовая механика имеет собственные ограничения, вот квантовое неравенство Белла, это вот то, что называется предел Церлисона. Борис Церлисон зачем-то году в 90-м в каком-то русском математическом журнале вдруг про это дело написал. Вот. Оказывается, что корень из двух, свою вещь довольно глубокая. Что это то, что называется вещественная константа, там есть вещественная константа Гретендика, среди математиков она известна хорошо, а среди физиков плохо. Оказывается, есть такая константа, зависящая от размерности, что если вам дана квадратная матрица, неважно какого размера, со следующими словами. Для всех чисел вот этот вот модуль меньше единицы. Ну, такая вот числа или вещественные, или комплексные. То тогда для векторов из единичного шара в демерном пространстве вы сюда вот вместо произведения чисел ставите произведение любых векторов из демерного шара. Тогда это не превосходит вот этого вот. И такая константа существует, и она удивительным образом не зависит от n. Гретендика сначала предположил, потом вроде доказал, но известна она в очень малом числе случаев. Вот в случае двойки это корень из двух, и есть какие-то, наверное, глубокие математические причины, по которым вот эта вот история, значит, себя проявляет в квантовой механике. Значит, что про нарушение неравенства Бэлла? Чего мы видим? Что, скорее всего, что она нам говорит? Что электроны не несут с собой, значит, свои знания о спине с самого начала. Они, их нету. Ну, так получается. Вот, но для того, чтобы это проверить, вам нужна убедительная, это так вот немножко философский такой момент, вам нужна убедительная статистика. Любые пять измерений, неважно, как их вы сделаете, значит, вы можете... Ну, то есть, что значит, раздавая локальные параметры, нельзя обмануть, воспроизвести квантовую механику. Но это нельзя сделать только in the long run, на статистически значимых выборках. Там, если вас 10 раз просят что-то сделать, то вы договариваетесь, ну, вот вы с приятелем имитируете эту историю, вы заходите в комнату, вырабатываете какую-то стратегию ответа на вопросы, потом расходите по разным комнатам, вас задают вопросы, ну, где там как-то закодированное направление, вы договорились, и вы на них как-то отвечаете. Вот, вот, нет стратегии, доказано, что в качестве... Так, это уже вопрос так близкий к теории игород. Доказано, что нет стратегии, которая позволит вам, вот, статистически воспроизвести результат квантовой механики. Ну, вот, собственно, неравенство Белла. Но, там, первые, там, 5-10 по 5 или, там, 10 вашим попыткам, никто ни о чем не догадается, что вы, на самом деле, классическую схему используете вместо квантовой механики для того, чтобы раздать значение спинам. Вам это может не очень нравиться, что вот как бы нужна статистика. Ну, нравится, не нравится, неважно, но есть убедительный, придуманный потом, к сожалению, непригодный для опытов, ГХЗ, значит, вот Цайлингер, это, так, забегая вперед, Хорн, это одна из букв H, которая уже была, про Гринбергера я ничего не знаю, а Цайлингер, соответственно, еще один Нобелевский ряд, ну, не совсем, конечно, за эту историю. Вы берете тройное состояние, вот, собственно, здесь экспериментальное, вы его, непонятно, как его реализовывать, вот, как запутанные фотоны реализуются, я там два слова скажу, вот, ну, значит, вдоль Z спины, вот, ну, известные формулы, значит, когда вы матрицы Сигма-Х делаете, она переворачивает спину, а Сигма-Х переворачивает, соответственно, со своими недиагональными элементами. Теперь, значит, смотрите, требуется задать им четыре вопроса этому состоянию. Схема вопросов такая, два Y и один X с тремя возможными способами, вот тут два Y, вот тут два Y и один X, и тут два Y и один X, или три X. И, ну, вы довольно быстро, тут история такая, что, вот, значит, Сигма перекидывают, но, значит, они, это слагаемое в это, буквы и из-за того, что их две дают знак лишний, а из-за того, что слагаемый с противоположным знаком дается, возникает еще один знак. В результате вы здесь получаете собственное значение плюс, а вот в этом последнем случае собственное значение минус. Ну, получили и получили. А если бы имелись, если бы они вылетали со своими значениями спина, вот у них были бы какие-то значения спины вдоль X, вдоль Y и вдоль Z. У первого X1 вдоль X, у второго X2, это вдоль X, у третьего X3, а у Y и так. То тогда вот эти равенства приобрели бы так, ну, соответственно, тогда это показало бы значение, скрытое от нас, скрытое от квантовой механики, но где-то там глубоко внутри. Здесь два вдоль Y, здесь первое вдоль Y и третье вдоль Y, это вдоль X, ну, вот так вот. Значит, все очень хорошо, но произведение правых частей равно минус один, а произведение левых частей содержит каждый множитель дважды, а множитель это плюс и минус один, вот. Потому что это значение спина вдоль какого-то соответствующего направления. Соответственно, не могут у них быть, следует заключаем мы, пусть неважно, сколько угодно скрытое от нас, за пределами известной квантовой механики не могут быть значения спина. Значит, ранние идеи, ну, в том числе с работы Белла в 64-го года, я об этом не сказал, он там писал две статьи, одну в 64-м, другую в 65-м, так, которая писала в 64-м была, или в конце 64-м, вышла только в 66-м, что бывает, там с журналами было недоразумение, как это со многими случается. Вот, в результате, значит, в одной ссылке на другую, но та, которая раньше написана, вышла заметно позже. Значит, в Лоренсбертл-Лаборетаре некто, стаб, уже около 67-го года предлагал использовать, значит, ограниченные, экспериментальные средства были довольно ограничены для проверки генеральства Белла. Дело так вяло тянулось, и вот, собственно, вот Шимани и Хорн так начали писать статьи, проявлять о этом какой-то интерес и обсуждать примерно в то же время, так, граница, конец, вторая половина 60-х, начало 70-х, стали обсуждать возможности. Клаузер в 69-м году был у, значит, Крифея и пионера в области электроники Чарльза Таунса аспирантом, но насчитался Белла, написал ему письмо, Белл, неужели я все правильно понимаю, что вот так? Белл сказал, что вроде ты все правильно понимаешь, а остального никто не понимает, и как сделать опыт? И он попросился у Таунса разрешение делать не то, что, на что его наняли в качестве постдока, может быть, даже аспиранты еще тогда, не помню точно. В общем, ну, совсем, он был молодым парнем, а, значит, связаться с другим молодым парнем, с Фридманом, и поставить эксперименты. Вот это, значит, Клаузер, у которого редкий случай, когда у человека, у Нобелевского лауреата так мало работы. Ну, просто совсем мало. Ну, вот, ну, совсем. Вот, вот он, значит, они с Фридманом сделали такую штуку. У них никогда не доходило до корней из двух из-за неточности, там, юстировки, там, из-за разных... Из-за не... Вот, да, это сказано. Ранние эксперименты никогда не показывают результаты вблизи насыщения из-за низкой эффективности детекторов. Значит, потом, значит, появилась статья двух авторов, которые тоже попытались что-то сделать, и у них и разенство было не нарушались. Они циркулировали припринт, но не стали его публиковать. Клаузер через три года их опыта повторил, получил вот это и нашел, ну, эти тонкие экспериментальные, скрытые, вот уж не скрытые параметры, а скрытые экспериментальные факторы. В частности, в колбах, в которых содержались пары ртути, возникали напряжения, которые там в стекле, которые на что-то там влияли. Значит, никто больше никогда этого не воспроизводил, но вот такое бывает. Ну, и, значит, еще раз в Texas A&M, место, известное нам за там всякие струнные развития каких-то там абстрактных вещей, вот, оказывается, люди там этим тоже занимались, тоже померили нарушения. Значит, Нобелевского ряд АСП, что он, собственно, первый сделал? Вот у Клаузера во всех ранних опытах положения детектора фиксировались заранее. Строго говоря, это нарушает одно из тех двух условий, потому что, ну, положения детектора известны заранее, что если есть какая-то мировая конспирация, и эти положения детектора становятся каким-то образом известны, уж не знаю как, но каким-то неизвестным нам досветовым сигналом становятся известными в момент создания пары. Вот. АСП первым поворачивал детекторы, пока фотоны летели. Ну, это громко сказано, потому что они летели 20, может быть, я в два раза ошибся, может быть, 40 наносекунд, в общем, все равно не слишком много. Он вот что делал, он переключал их на два пути. У него была такая штука, вот здесь, которая разделяла, ну, вот, значит, запутанные пары. Да, использовал атомы кальция, там есть двухфотонный переход. Он их возбуждал, есть двухфотонный переход, и состояние спин 0, состояние спина 0. Это значит, что суммарный спин двух фотонов 0. Вот, собственно, так он это делает. Сейчас это считается очень плохой способ, но, разумеется, сколько лет прошло, технологии развивают. Сейчас используют параметры down-conversion, нелинейный кристалл, который в каком-то смысле делит фотон на два. Вот. Ну, в некотором смысле вы туда один запихиваете, а он вам возвращает два. Вот. Энергию фотон делит пополам между двумя фотонами. Значит, здесь, значит, вот эти атомы кальция с двухфотонным переходом, один туда, другой сюда, а вот эта штука управлялась, управлялась, делитель по двум путям управлялась вибрацией. Если, значит, она начинала вибрировать, то у нее менялись свойства преломления. Вот. Ну, и поскольку эффективность была очень низкая, нужен был счетчик совпадений, иначе они никогда бы не знали бы точно, какой фотон с каким они померили. Это, кстати, то, что потом подлежало обсуждению. Значит, вот они, это вот значение параметра того самой, той самой суммы, они померили вот таким вот, но они повесфокоились о том, что у них не совсем точно юстированы эти самые углы, направления. Их теоретическое значение было не 2,83, а 2,70. Ну, и это было вот прямо отличное совпадение, 5 сигма, что ли. Но вот здесь действительно то, что называется locality loophole, вот эти вот переключения не были строго случайными, и, кроме того, значит, был регистратор совпадений, и из-за этого запись не была независимой. Если строго смотреть на те две простых факторизационные, ну, одна факторизационная, другая формула, означающая независимость, некое слово невероятности, в общем, это вообще-то нужно как-то исключить. Ну, здесь еще раз эта схема. Вот в эти моменты, значит, изменяются, это пространственно-временная диаграмма, время вверх. Вы фиксируете детекторы, и это плохая схема, потому что тогда положение детекторов могут быть известны Пете в момент производства, ну, и эти могут общаться друг с другом. Надо расположить так, чтобы вот они промахивались, даже световой сигнал между ними промахивался бы. Ну, и Цайлингер в Инсбруке сделал это ни много ни мало лет, там, 14-15 спустя. Они в сто раз больше времени находились в пути. Он побеспокоился о том, что это был space-like separation. Вот. А переключения были чисто случайными. Переключения делались квантовыми генераторами случайных событий. И, в общем, так, техника развилась экспериментальная, и не было нужды в счетчике совпадений, поэтому запись была независима. Уже очень точно атомные часы поставили идущие с очень хорошей точностью. Поэтому связь между детекторами была не нужна. Значит, ну, ура! Значит, вот прям вот получили что-то очень хорошее, заведомо больше двойки. Вот. Повторюсь, значит, никто не говорит, что у вас обязательно точно детекторы строго-строго-строго-строго юстированы, вы их все-таки... Вот. Это, может, нельзя добиться. Но здесь есть то, что называется fair sampling loophole, то есть лазейка выборки. Это вот о чем речь идет. Значит, ну, вот у Цайлингера все-таки там же что? Светлики два все направления, и только 5% попадали в детекторы. Ну, и детекторы они всегда срабатывали. Только 5% всех запутанных пар. Значит, довольно простая математика показывает, что если у вас неправильная статистика, вот какая-то... Только доли всех фотонов, а вы как-то неправильно это интерпретируете, то возможности неравенства Белла расширяются таким вот образом. Вот при это равном двое... При это равном... Единицы это равно 2, что у нас было раньше, 4 на 1 минус 2. А при малых это, эта штука может расти. То есть возможности... То есть даже если вот так, то скрытые параметры могли бы воспользоваться нашей безалаберностью и некоторой потери части... Или там неправильной обработки статистики и все-таки нарушить неравенство Белла со скрытыми параметрами. Значит, там была длительная довольная история. Его закрывали очень постепенно и очень красиво. Значит, сначала нужно было взять что-то, что не разбегается, чтобы была стопроцентная регистрация. И переохлажденные ионы взяли. За ними легче следить. Но там не удалось добиться, естественно... Там предыдущую лазейку не смогли одновременно закрыть. Потом повторили опыты с фотонами, но закрывали только лазейку выборки, а не коммуникационную лазейку. Ну и вот наконец в 2015 году три группы это одновременно сделали. Первая группа с электронами, а две других... Вот там было очень красиво с перенесенной запутанностью на расстоянии на двух противоположных частях кемпуса. А в какой-то твердом теле дефект и в другом твердом теле дефект в этом дефекте запутывают электрон с фотоном. Два фотона летят навстречу друг другу, над ним делается то, что называется Белловское измерение, и их в результате запутанность переносится на запутанность этих двух электронов. Это называется перенесенная запутанность. Это то, что так работают усилители квантового сигнала в квантовых коммуникационных линиях. Вы не можете буквально копировать, есть запрет на клонирование. Вы можете только переносить запутанность. Так или иначе, значит, вот эта лазейка была закрыта, но осталась, значит, еще одна замечательная лазейка. Это прямо обсуждалось, и это весело. Ну, вот у Цайлингера в опытах используются квантовые генераторы случайных событий. Ура! Квантовая случайность, ну, предмет зависти всех, кто программирует, потому что все числа в компьютере, все случайные числа в компьютере, псевдослучайные, а вот настоящая случайность – это ура, ура. Но, внимание, это квантовые генераторы случайных событий. А мы квантовую механику и проверяем. Если за кадром стоят скрытые параметры, то они же скрытые параметры. Ну, тут паранойя уже развивается, конечно. Тут они же, эти скрытые параметры, управляют и квантовым генератором случайных событий. Ну, иногда это неправильно интерпретируют, как то, что есть полный супердетерминизм, что заранее известно, как создастся пара и как чертов экспериментатор выставит свои детекторы. Не-не-не, тут все гораздо тоньше. Вот подорвать все наши рассуждения можно очень скромной корреляцией, всего лишь корреляцией, не нужен супердетерминизм, между двумя вещами, между выборами ориентации для детекторов и тем, что происходит в момент создания пары. То есть, в момент должна быть некая общая причина. Она совершенно не претеворечит той диаграмме, которая там, правая пространственная временная диаграмма, которую я нарисовал, когда прямые световые сигналы промахиваются. Но где-то глубоко в прошлом, ну, или достаточно, достаточно в прошлом, могла быть общая причина, и не нужно супердетерминизма. Достаточно, это же у нас же статистические выводы, достаточно немножко это дело подправить, и отлично эта причина могла бы с помощью скрытых параметров, то есть, позволить скрытым параметрам воспроизвести квантово-механическое поведение, нарушить неравенство Белла, этим самым объяснить, почему они нарушаются, а электронные мерзавцы все-таки несут с собой все свои свойства. То есть, причина в прошлом могла бы позволить сдать экзамен на квантовую механику по шпаргалке. Лазейку закрыли двумя способами, это супер. Значит, сто тысяч добровольцев по всему миру бегали, играли в какую-то дурацкую... Кто-нибудь из вас, может быть, даже пожалел, чтобы это не поучаствовал. Играли в какую-то дурацкую компьютерную игру, ее задачей было произвести, в зависимости от решений, которые каждый принимает, они потом смешивались. Как можно более случайный набор нулей и единиц, и они-то служили, управляли выбором детекторов. Ну, то есть, значит, неравенства Беллы, конечно, нарушались, а это означает, что, как сказать, ну, нужно уже совсем параноиком быть, да, значит, что это какая-то причина в прошлом проникла в мозги, в совокупные мозги, значит, всей этой публики, которая играет. Да еще таким образом, что когда они сложились, вот, они оказались коррелированы с, производством пары. А потом, значит, поставили вообще радикально. Посмотрели на два квазара, причем в противоположных концах мира. Вот, вот на каких-то расстояниях. И прям два телескопа поставили. И сделали так, что расстояние межтелескопное, там, между событиями приема, space-like interval, пространственно подобные интервалы. И случайные характеристики света, приходящие сейчас, не знаю, какие случайные. Вот, спектр, не знаю, какие. Вот, они, значит, служили для выбора между двумя детекторами. Вот здесь, это самые 22,5 градуса, как раз видны. Значит, один из телескопов, там, известно какой, у условной Ани, вот так вот менял направление, а условной Яши вот так. Если неравенства было нарушались, но если они нарушались из-за того, что была на самом деле общая причина, то общая причина должна была находиться в совместном прошлом двух квазаров. Не только нас с вами, но и двух квазаров. Значит, все настолько серьезно, что позвали уже людей по космологии, потому что из-за расширения Вселенной нужно учитывать, что световой конус уже не конус, а уже вот становится таким сосудом, потому что вы туда в прошлое. Это вот из их статьи. Вот. Короче говоря, общая причина должна была 13 миллиардов лет назад действовать, только для того, чтобы какой-то дурацкий экспериментатор сейчас был бы обманут и думал бы, что на самом деле нет никаких скрытых параметров, а они есть. Ну, в общем, этот вопрос все-таки как-то предлагается закрыть и решить, что никаких скрытых параметров у нас нету, к тому же Нобелевская премия выдана. Ну, вот. Matter is sealed, то, что называется. Значит, достаточно общее мнение. Ну, то есть, что? Какие выводы отсюда? Прощая лок... Вы еще минут 15 выдержите? Как у нас, да? Прощая локальный реализм, да? Никакая локальная теория не может дать нарушение равенства Белла в экспериментах с пространственно-подобными интервалами, если выбор условий в каждом эксперименте является независимой свободной переменной. Отклик одного из участников должен зависеть от вопроса, заданного другому участнику на пространство подобных разнований. При этом, это люди, конечно, внимательно анализировали. Сверхсветового перемещения массы энергии не требуется. Сверх... Faster than light... Faster than light... Это стандартное сокращение, означает, что faster than light. Travel, FTL travel, FTL radio. Сверхсветовое радио такого организовать невозможно, но хотя бы по той причине, что у Ани нет возможности ничего передать, потому что она не властна над выбором плюс или минус, она встретит в каждом измерении. Это не нажатие на кнопки, она пассивный наблюдатель. Ну, не совсем пассивный наблюдатель, но она не властна над квантомеханической случайностью. Но, да, да, то, что они называют causal connections, и бесконечно обсуждают, что это в точности значит, и, значит, где уже горевать, насколько сильно нам горевать, а насколько нет, и есть ли угроза специальной теории относительности, значит, общее мнение стоит в том, что угрозы специальной теории относительности нет. Вот. Я еще раз повторю, мы это обсуждаем в рамках уровня Шрёднига, не релятивисты квантовой механики, но квантовым векам наплевать, как мы их описываем. Они вот живут в нашем мире, где мы, правда, верим в Лоренцеву симметрию, и в этом смысле вот они могли бы, они часть вот этой нашей вселенной, все эти явления, но они могли бы, как специальную теорию относительности, нарушать, значит, общее мнение стоит в том, что в том, что не нарушают. Но в этот момент, значит, появляются, люди вспоминают все старые обиды и предпринимают квантовой механике кое-что еще, что вообще квантовая механика это странная штука, это математическая схема, а не физическая теория. Она ничего не говорит о том, что происходит в физическом пространстве, вопреки тому, что можно вычитать между строк в Ландау-Лившице, например. Волновая функция ненаблюдаема, это не поле в физическом пространстве, и вообще волновая функция определена, не определена на R3, она определена на конфигурационном пространстве размерности, там, 3n, и это то, что когда, ведь сначала Гайзенберг изобрел матричную механику, а потом Шрёдингер при замечательных обстоятельствах в конце того же года, 25-го, тоже уединившись почти, изобрел волновую функцию, ну и на него немедленно тут же наехал, Гайзенберг публично высказывался так сдержанно, а в частных письмах писал, что мне отвратительно изобретение Шрёдингера, и оно было отвратительным по разным причинам, потому что они сбором были заскачки непостижимые, какие-то, вот, а тут как бы все непрерывно, и Шрёдингер сначала даже пытался объяснить, что элементарные частицы это волновые пакеты, потом вообще не работает, потому что они всплываются, но когда его спрашивали погоди, ну у тебя же функция не определенная в физическом пространстве, и он прям не знал, что возразить, вот, ну и на этом нечего возразить, так оно и осталось, значит, квантомеханика это не физическая теория, а математическая схема, и в ней нету элементов локальной реальности, то, что Белл назвал словом Bebel, Bebel так же, как там Stopable, Imaginable, Doble и так далее, вот, то есть то, что существует, Local Bebel, локальные существовалки, квантомеханика на эту тему, вообще говоря, ничего не сообщает, я еще раз напомню, я позволил себе вот такую метафору, что волновая функция в квантомеханике, это такая вот, главное отличие квантомеханики классической, это линейность, в том, что вы можете какие-то исходы, там тройка, семерка, туз и даму, линейно комбинировать с какими угодно, с какими угодно коэффициентами, неважно, какие исходы, и эта штука управляется в районе середины, которая, внимание, внимание, детерминистское уравнение, вот прям детерминистское, 100%, если известно, какая волновая функция сейчас, известен Гамильтинян, известно, какая она будет, интерполяция детерминизма в эту историю, дополнительной Нобелевской премии, это правило Борна, которое говорит о том, что квадрат модуля этого коэффициента это вероятность того, что тот или иной исход случится, и здесь ключевое слово случится, а что значит случиться, когда и что происходит, как это происходит, ортодоксальная квантовая механика говорит, тогда, когда происходит измерение, когда мы что-то измеряем, во-первых, говорит она, нам требуется классический измерительный прибор, то есть прибор, о чудо, не подчиняющийся квантовой механике, потому что он не должен находиться ни в какой суперпозиции, он должен выдать однозначный результат, при взаимодействии с ним волновая функция предъявляет одно из своих возможностей, которые в ней, ну вместо карт могли быть положения пространственные точки, ну тогда интегрировать пришлось бы, ну это, согласен, поверьте, вопрос технический, вот, электроны обнаружили здесь, или обнаружили там, или это частицы в ящике могли бы импульса не умерить, тогда были бы точно дискретные значения, но вот карты, мне кажется, довольно выразительные, значит, волновая функция коллапсирует, то есть казино по каким-то причинам просит вас предъявить, определиться уже с вашей линейной комбинацией, предъявить одну карту в соответствии с теми вероятностями, а все остальные умирают, у вас на руках остается только классическая карта, а не эта самая квантовая, квантовая, вы обнаружили электрон в какой-то точке пространства, но никакого казино нет, электрон взаимодействует даже в вашем приборе, с помощью которого вы делаете измерения, с другими электронами и протонами и фотонами, которые тоже подчиняются тому же уравнению Шрёдингера. И кроме того, спрашивается, если вам нужен классический прибор, где граница между большим и малым прибором? В английской литературе это называют слово Heisenberg's cut, то есть такой вот разрез, граница, Гайзенберговская граница между, вот это, видите ли, квантовая, а вот это уже не квантовая. Во-первых, где граница, а во-вторых, что в промежуточной области? И кроме того, что стало волновать людей, начиная с конца 60-х, тем более в 70-х и позже, а в ранней вселенной, ну, она точно там, квантовые эффекты были существенные, ни черта, никаких классических приборов для придания смысла квантовой механике там быть не могло. Эверетт, основатель, значит, теории относительных состояний, квантовых механических, сказал буквально следующее. Копенгагенской интерпретации, вот это вот артодоксальное, сейчас прокомментирую, Копенгагенская интерпретация непоправимо, неполна из-за своей изначальной зависимости от классической физики, равно как из-за своего философского уродства, когда реальность признается за макроскопическим миром, но в ней отказывают миру мало, вот это вот удвоение, дурацкая штука. Слово Копенгагенская интерпретация это мисс номер, Бор и фон Нейман имели разный, Бор вообще коллапсовал новой функции, ни разу о нем не говорил, но в 57-м году Гайзенберг впервые после войны, есть кто забыл, то Гайзенберг возглавлял, находился весь всю Вторую мировую войну в Берлине и возглавлял, ну не в Берлине, а потом в юге Германии и там эвакуировали, когда бомбежки начались, возглавлял немецкую программу по созданию атомной бомбы. Отдельная история, не хочу сейчас. Значит, в 57-м году он приехал, первый раз приехал в Манчестер на такую примиренческую конференцию, вот там ему хотелось рассказать о чем-то, что было общее для всех, всех объединяло и так далее. И он тогда изобрел это название Копенгагенской интерпретации, которая, собственно, стоит в том, что нужно измерительный, ну все эти слова предносились раньше, вот коллапс вообще фон Нейминга, так понимаю, придумал. Значит, проблема коллапса в том, что он не может описывать уравнение Шрёдингера, это не унитарная эволюция, поэтому у вас возникает отличный вопрос, простите, пожалуйста, это что у вас происходит? Вы постулировали уравнение Шрёдингера и волновая функция им управляется, а потом на вдруг выходит из подчинения, когда, как, насколько, быстро ли, коротко ли, надолго ли, в какой момент, когда она снова вспоминает, что нужно будет уравнение Шрёдингера. Ну и как я уже спрашивал, а электрон-то как знает, что мы сейчас с вами договорились что-то на нём измерить. Едва ли, думаем мы с вами, обычное взаимодействие между выбором, интересующим нас электронным, и прочими электронными и протонами в приборе, вдруг начинает управляться особым законом, выходит с подчинением уравнение Шрёдингера. Стоит только нам решить, что мы, оказывается, измеряем спин вдоль направления 45 градусов в горизонтальной плоскости. Вот, квантомеханика в этот момент работает как оракул. Ну как оракул работает? Вы приносите деньги и спрашиваете вопрос там, успешен ли будет год, долго ли я про царство и ещё что-то. Там он что-то курит и говорит вам ответ. Вот, не давая никаких объяснений, что происходит по дороге. Значит, квантомеханика игнорирует вопрос о событиях в физическом пространстве. И это то, что Дэвид Мёрмен назвал словами Shut up and calculate. И у этого есть ещё ведь какой аспект? До Второй мировой войны, там, до конца 30-х годов, люди, занимающиеся ерундой, это были, ну, деятельность близкая к тому, к занятию классической филологии. Ну, не совсем, конечно, но можно было заниматься классической филологией, а можно было бы вот этим. фрики, которые изучают, ну, что там, ну, узнал и резервфор, что там атом, ядроат, но в 10 тысяч раз меньше, там, чем размер атома. Ну, ладно, ну, оттуда выходит энергия и бомба. В результате за Вторую мировую войну количество людей, занимающихся этим, увеличилось примерно в 100 раз. И это всё провело такой массовый характер. Открывались факультеты, брали людей, их быстро обучали, им, конечно, нужно было вычислять. И вот эти все вопросы о том, а какой смысл происходящего, они отошли на второй план, плюс, значит, фигура Нильса Бора, который очень впаривал и прямо за свою точку зрения очень сильно воздействовал на людей и запрещал фактически говорить о другом. в общем, вот так сложилась история. Шатапен Калкуэзи это не самый плохой рецепт. Значит, мы уже сильно не успеваем, давайте я очень коротко в результате скажу, что, собственно говоря, какие есть различные взгляды на то, что, собственно, происходит. Ну, Копенгагенская интерпретация, по словам фон Вайтзекера, сама нуждается в интерпретации, поэтому вот эта вот странная смесь неопределенных вещей. В ней так и не определено, что такое измерение. Там ключевое, нужно измерение. Волновая функция коллапсирует при измерении. Не определенный механизм коллапса, не дано определение измерения, кроме hand-waving. Значит, есть то, что называется кьюбизм. Давайте я сразу в экстремальную область прям шагну. Значит, это прям всерьез, прям всерьез. Люди говорят, слушайте, волновая функция, это вообще не описывает физический мир, это просто ваша записная книжка, опыт наблюдателя. Они цитируют Бора, на физику нужно смотреть не как на изучение чего-то априорно заданного, а как на развитие методов для упорядочения систематизации человеческого опыта. Вы в записную книжку свою или там свой планшет что-то такое записываете, вот это вот ваша волновая функция. Квантовая механика описывает не объективный мир, а ваш опыт вашего взаимодействия с миром волновой функции нереальный, не описывает физические системы. У каждого агента своя волновая функция, и вот этим они гордятся страшно. Они говорят, вероятности вернулись к первоначальному смыслу. Вероятности придумал Блес Паскаль, когда анализировал азартные игры. Вероятность квантовой механики выражают, говорят они, только ваше субъективное ощущение, то есть вашу готовность поставить деньги. Это прямо стало научным термином. И ничего удивительного, что волновая функция меняется после каждого опыта. Это тоже записано в вашей записной книжке. Получив новую информацию, вы апдейтите ваше представление о мире, вот собственно и все. Да, конечно, говорят они, и не думайте, что какие-то свойства существуют до измерения. Измерение это вмешательство, слово измерение это все признают, кстати говоря, измерение слово плохое, потому что оно взято из классического мира. Я увидел что-то, не вмешавшись в этот прибор измерения. Это всегда вмешательство, это воздействие. Оно не выявляет предшествующего положения дел, а это воздействие на мир, в котором создается результат. Им не нужен думающий объект этим людям, но они говорят, что все свойства всего создаются взаимодействие чего угодно, с чем угодно. А вот еще одна их каноническая фраза «Unperformed experiments have no results». Я не понимаю, как они справляются с локальностью, я это раз пять читал в разных изложениях. Поскольку деятельность каждого агента всегда локальна, и Аня получает информацию от Яши тоже там по телефону, то никакой проблемы ни локальности нет, оставлю это на их совести. Не понимаю этого. Но реальности в этой схеме различаются и для различных агентов, у каждого своя волновая функция, и в отличие от Копенгагена, там последовательный квантовый взгляд. Никаких, весь мир квантовый, за одним исключением, вы сами не квантовые. Вот я, вот каждый я сам, я не знаю, кто я, я гляжу на все это изнутри. Я это я, и весь мир, для меня вы квантовый, и вы, а для вас, соответственно, я квантовый, квантовая система полноценная, а вы неизвестно что, потому что вы это такой вот агент. Значит, они называют себя ни больше, ни меньше, как Future of Quantum Physics, есть вопрос к ним, конечно, серьезный, чем обеспечивается успех предсказаний, если все настолько субъективно, за счет чего, выводы все-таки многих наблюдателей, за счет чего так хорошо согласованы записи в разных, не всегда согласованы, там в анекдоте, в парадоксе, там в Вигнерс Фрэнд, там не все согласованы, они говорят, ну и ничего страшного, конечно, у каждого условия, но во многих случаях согласованы записи в ваших книжках, почему так хорошо? Но им трудно ответить на вопрос, почему горит солнце. Ну, мы знаем, что в Солнце имеется множество протонов, когда протоны сливаются, они образуют ядра гелия. Разница между массами продуктов реакции и исходных реактантов становится выделяемой энергией. Согласно квантовой теории, протоны могут сближаться до требуемого расстояния, поскольку они проходят квантовое туннелирование. Поэтому Солнце горит, и поэтому, слава Богу, квантомеханический эффект, на котором мы все наслаждаемся, и благодаря этому оно горит так долго. В кубизме туннелирование психологическое явление, касающееся, внимание, нашей степени убежденности, что оно происходит, поэтому чуть-чуть внутрирую их точку зрения. Согласно кубизму, протоны могут сближаться на требуемое расстояние, потому что мы ожидаем, что такое случится, что именно это случится, потому что мы готовы поставить на это деньги. Вот. Но они не унывают. Плюс, значит, они, у меня нет времени говорить, они нашли там по каким-то причинам выход на, не имеющий прямого отношения к делу, но на глубокую математическую проблему. На слайдах ее нету, а здесь, здесь, кстати, уже ничего не успеем. Значит, есть еще, слушайте, мы категорически, как раз удивительные, как мы катастрофически не успеваем. Значит, ну давайте, пожалуй, вот это. Деброль здесь мало, значит, Дэвид Бон, тоже несчастливая история, его подозревали в симпатиях коммунизма в времена маккартизма, он отказался давать показания комиссии, его посадили после, там, несколько месяцев, когда выпустили, ему принц отказал в уже согласованной позиции, кончилось с тем, что вы просто уехали из США, потом отказаться от гражданства, потом он довольно скитался по миру, так или иначе. Это то, что еще один дурацкий перевод, то, что люди, кальки переводят волна пилот, пайлот, это лоцмэр. До того, как появились пилоты самолетов, были лоцмэр, которые говорили там, два румба вправо, тихий ход. Значит, это такая, скрытые параметры, есть квантовая механика со скрытыми параметрами, конечно, с нелокальными, она нарушает неравенство Белла, поэтому там, конечно, есть нелокальность. Во-первых, там волновая функция должна быть в конфигурационном представлении, и мир оказывается заполнен частицами, у которых есть и координаты, и импульс одновременно. Внимание, координаты и импульс одновременно, у каждой частицы. Волновая функция, во-первых, волновая функция подчиняется Шрёдингеру, никаких нововведений. Но волновая функция наделяет каждую частицу вот таким вот импульсом. Это на самом деле ток в уравнении непрерывности для вероятности. А фокус вот в чем, что эти частицы не очень наблюдаемы, они где-то есть, то есть мы не точно знаем, где они находятся, эти электроны. У нас нет возможности узнать. Имеется непоправимый люфт. Распределение в коммуникационном пространстве рассадки n частиц управляется квадратом волновой функции, которую мы получаем из-за равнения Шрёдинга. В результате, повторяя один и тот же опыт много раз, вы будете каждый раз, вы не будете контролировать положение частицы вот в этих вот рамках. Ну и движение частиц полностью детерминистское, по траекториям, а начальные условия нет. И вот это вот двухщелевой эксперимент. Вы вычисляете волновую функцию, а затем вычисляете траектории частиц. Это iconic figure, iconic picture, значит, все эти истории. Вычисляете траектории этих частиц. Ну и выясняется, что вы получаете в двухщелевом эксперименте интерференционную картину в точности, как и полагается. Ну и ключевое свойство в том, что если у вас в начальный момент распределения по квадрату волновой функции, то оно всегда таким останется, ну из-за того, что вот этот вот ток, это вот часть уравнения непрерывности. То есть есть внутренняя самосогласованная схема. В ней, конечно, есть нелокальность, потому что обнаружение, вот какая история, вот эта житая частица зависит от координат очень далеких частиц. Причем если вы про эту что-то узнали, узнали ее, измерили, узнали конкретное значение, здесь появляется там большая буква Х, вот как здесь нарисовано, с конкретным значением. Мгновенное, мгновенное, мгновенное влияние на движение всех других частиц. То есть такая нелокальная квантомеханика. Случайный сток через начальные условия. Кошка Шрёдингера или жива или мертва в каждом эксперименте в зависимости от начальной локализации. А коллапс просто следствие введенной динамики. Частица где-то находится, мы просто это не знаем. Мы ее где-то обнаруживаем, бац, ну вот она где-то оказалась. Ну, в кавычках все, потому что никто не ставил себя целью, все, но многие эффекты квантомеханики объясняются. Некоторые довольно так противно. Рисовать и траектории нужно, что-то объяснять, какие-то геометрические рисунки, делать в целом, деятельность, конечно, так себе, но принципиально возможно. Со спином есть усложнение, он делается контекстуальным. Для Белла это имело ценность, потому что это был его первый контрпример к утверждению фон Неймана, что вообще никаких скрытых параметров быть не может. Могут быть нелокальные скрытые параметры, да, этой теории было бы ничего, если бы у нее было бы релятивистское обобщение. Значит, ей требуется абсолютное время, вот вся эта схема и там объяснение всего рушится, если у вас есть относительность одновременности. И она фактически имеет колоссальные проблемы с обобщением на релятивистский случай. Ну, это, наверное, ее приговор. Есть, ну, давайте я где-то вынужден оставиться, давайте, что ли, вот это и все. Есть, значит, другая точка зрения, она примерно так звучит. Ну, вот смотрите, значит, вот придумали там в условном Копенгагене волновую функцию и уравнение Шрёдингера придумали, хоть не в Копенгагене. Вот. Ну, а, наверное, надо было коллапс тоже придумать, его просто недопридумали, наверное, он есть. Наверное, просто есть закон природы. Просто есть закон природы, он может быть таким. За примерно 100 миллионов лет, раз в 100 миллионов лет волновая функция каждого электрона коллапсирует. Коллапсирует следующим образом. По одной из своих переменных она умножается на гауссиан с характерным размером, очень большим, 10 в минус пятый сантиметр. Ну, то есть, если у вас волновая функция была двугорбая, то есть, расплылось что-то, то после умножения на это останется только один горд. Ну, если бы эта штука возникла здесь, то вот такой вот горд. Где это происходит? Значит, она исправляет расплывшиеся волновые функции, а вероятность вот эти числа, вот эти вот точки, где она коллапсирует, центры, определены, вот такой, имеет вот такое вот распределение, то есть, бывший там, где электрон и так мог бы быть обнаружен, если бы делалось измерение. Значит, из-за 100 миллионов лет следить за одним электроном и проверить, коллапсирует его волновая функция или нет, дело довольно безнадежное. Никаких измерений не предполагается, коллапс, это просто закон, это вот, как называется на человеческом языке, вводится стахастическая динамика в, добавляется к уравнению с леденой. Атомы при этом не страдают. Вот эти 10 в минус 5 сантиметра это так широко, что волновая функция атома вся оказывается под моей, только под крышей моей гауссовой кривой, и на них это вообще не влияет. Проблемы измерения нету и нет проблемы например кошки Шрёдингера. Смотрите, когда электрон вот с такой смеси влетает в прибор, то в чем собственно вопрос коллапс? В проблеме в равнине Шрёдингера прибор приходит в запутное состояние. Если у него показания вверх для спины вверх, показания вниз для спины вниз. Мы знаем, что большие приборы в суперпозиции не остаются. Но фишка в том, что электронов вот столько. И если вот это расписать подробнее, то первые слагаемые это влетевшие электроны, дальше первые электроны, где-то, но у него горб волновой функции вблизи, означающие, что прибор показывает вверх. У второго электрона, у третьего, и у числа абагадра столько же. И то же самое и второе слагаемое. Они, кажется, все запутаны. Из-за того, что их так много, кто-то коллапсирует за очень короткое время, оно выясняется там сколько-то, там какие-то наносекунды, и достаточно одному из них умереть из этого слагаемого, чтобы осталось только одно. В результате остроумной идеи, что чем больше тело, тем быстрее оно, на самом деле, чем больше в нем условный электрон, тем быстрее оно сколлапсирует. Нелокальность, конечно, остается. У них есть проблемы, не совсем понятно, куда девать остатки волновой функции, но и там у них есть проблемы, могут нарушаться закон о сохранении. На самом деле, вот это вот коллапс описывается актуальный, коллапс описывается добавлением стахастики в районе Шрёдингера, чего-то типа диффузии. Там дальше начинаются проблемы. Это может привести к перегреву системы, к нарушению закона о сохранении энергии. Их пытаются экспериментально экспериментально проверять. Из смешного, и на этом я закончу, Белл обратил внимание на эту теорию со словами, что в этой теории удивительным образом уже есть локал биоблс. Вот в этой теории, в этом взгляде, который сейчас пытаются экспериментально проверять, вот сейчас, ну, как обычно, экспериментальные проверки суживают область параметра, прям как бы как с темной материи. Ничего не нашли, но, значит, параметры не могут быть вот такими. Вот удвигайтесь куда-то там, на какой-то диаграмме параметра. А Белл говорит, заметьте, пожалуйста, ну так, хохмаради, на половину всерьез, что в этой теории уже есть локал биоблс, уже есть, уже есть пространственные точки, те, где центрирован коллапс. А что это значит? Значит, что мир пуст, что возникает в нем что-то только в момент этого коллапса. А так волновая функция живет в трехмерном, конфигурационном пространстве, триэнмерном. А в обычной материи, нас в одном кубическом миллиметре, каждую секунду около 10 тысяч вспышек. Это достаточно, чтобы я видел вас, стол, ну такой пуантилизм такой в действии, как более-менее такую вполне, такую реальную фигуру. Но если выяснять очень-очень внимательно, то ничего там нет, они возникают только иногда. Спрашивается, а когда я беру, там, рассматриваю клетку, где уже там две вспышки, три вспышки в секунду, она пуста, и беру с помощью какого-то прибора. Тут, значит, люди либо разводят руками, либо говорят, ну погодите, вы же берете прибор, и прибор вступает во взаимодействие, а в приборе уже дофига того, что может сколлапсировать. В результате вы видите как бы то, что есть. Есть, правда, антология с размазанным существованием, и удивительное дело, вот эту штуку удивительным образом удалось сделать ей в 10-м или в 12-м, может в 16-м году, в 12-м, по-моему, последовательную релятивистски-инвариантную формулировку F означает флэр. Это фамилия авторов, а F означает флэр. Этим уже занимается Роджер Пенроуз, который, несмотря на то, что он лоббельский уряд сделал очень много и замечательных вещей, продолжает изумлять мир своей способностью высказывать самые сумасшедшие идеи и продолжать их развивать, как ни в чем не бывало. Вот одна из его сумасшедших идей стоит в том, что вот этот объективный коллапс из-за гравитации. Он буквально произносит следующие слова, что суперпозиция тут и тут возникает, она не нравится пространству-времени, потому что она просит пространство-время, ну, так мы понимаем общую теорию относительности, находиться в двух разных состояниях. В нем возникает, наверное, он говорит, слово напряжение, и оно и значит делает щелк и заставляет эту штуку сколлапсировать. То есть гравитация, не учтенная в квантомеханике, ну, уже вступаем в область спекуляций, которые близки к тому, что предлагает Саскин, который вообще говорит, что EPR равно ER, что между запутанными электронами образуется что-то вроде Эйнштейн-Розенского бриджа, то есть маленькое-маленькое wormhole, через которое они, собственно, и общаются, и что вообще нам нужно когда-нибудь мы поймем пространство. Когда-нибудь мы поймем у него статьи про это есть у Саскинда, и там и куча лекций. Ну, лекции, правда, да, вот. И когда-нибудь мы по-настоящему поймем структуру пространства времени через запутанность. Что запутанность в вакуумном состоянии, имеется в виду виртуальные пары, которые в вакуумном высыхают, они создают структуру пространства времени, И они определяют связи. И так мы когда-нибудь многое поймем. Значит, многие миры, это красиво, но у нас уже время нет, я должен добраться до конца. Тут мои любимые consistent histories, которые я должен пропустить. И там много, но это мы точно не успеем. Там люди утверждают, что есть очень ограниченная схема рассуждений, когда вы не видите никакой нелокальности и ничего. Значит, конец вот такой вот. Давайте я доберусь до конца истории. Немножко осталось. Принадлежит одному из корифеев в области, которую я вообще не рассматривал, в том, что называется декогеренция. Это то, как возникают декогеренции квантовый дерминизм. Как возникают все-таки большие мы, как верно ли, что взаимодействие со средой помогает выжить, оставляет выжившим только pointer states, то есть вот состояние приборов, которые указывают на определенные значения. Там авторы этого дела считают, что да, а все остальные считают, что они ничего не доказали, как обычно. Так или иначе, значит, один из корифеев этого дела сказал, что немалая доля накала в многочисленных дебатах по поводу основания квантовой механики порождена, как кажется, ожиданиями, что одна единственная идея должна обеспечить полное решение. Когда этого не случается, когда удается достичь прогресса, но остаются нерешенные вопросы, мы порой пренебрегаем возможностью, что идея, лежащая в основе этого прогресса, может представлять собой шаг в правильном направлении, хотя для достижения цели требуется больше, чем одна идея и один шаг. Спасибо. Два вопроса, наверное, есть. Время для двух вопросов. А почему вы в этих аргументах использовали? Ну, люди используют формализм квантовой механики, если вы знаете, что есть квантовая теория, которая есть, является, что она происходит, что она происходит, что она происходит, что она происходит. У меня нет ясного ответа. Не то, что они его игнорируют. Знают, что он есть, следят за локальностью, за причинностью невыхода пропагатора, за световой конус. Но, наверное, логика такая. Все-таки в каких-то пределах мир можно описывать в нелективистском приближении. Ну, и квантная механика так сформулина. Давайте попробуем придать ей смысл, и вдруг это получится. Повторюсь, значит, ну вот про Бомовскую, это прям ей приговор, что она не релективизируется. Бомовская интернет, хотя очень красивая. Мы просто не знаем о том, где частицы находятся. Они где-то находятся, и прям ничему не противоречит. А вот это вот самое странное объективный коллапс, он релективизируется. Декогерентность, все рассуждения про consistent histories, которые я полностью пропустил, которые мои любимые, и декогерентность, они, насколько я понимаю, вообще не требуют, им не очень важна релективистская инвариантность. Просто рассуждение, фокус немножко, немножко в другой области. Они, по-видимому, это просто такое дополнительные навески. Если вы здесь последовательно, последовательно все объясните. Вот consistent history, считаю, что они все последовательно объяснили, но у каждого своя реальность, и нельзя задавать слишком много вопросов. То есть там запрещены, если очень коротко, там запрещены counterfactual вопросы. Какая погода была бы в Санкт-Петербурге в январе, и способ был бы на тысячи километров южнее. Что значит, был бы на тысячи километров южнее? А Финский залив, река Нева, а там Полярный, что значит, какая была бы погода? Вот, вот, если бы, там запрещены вопросы такие, вот как Шлёдин, наверное, говорил, что если бы я мог задать и вопрос про импульс, и вопрос про координату, как бы система, по-видимому, должна знать ответ на один и тот же вопрос? Не-не-не-не-не, говорят они, не-не-не-не-не, нет-нет, так нельзя рассуждать. Вы должны сначала выработать схему, где есть неинтерферирующие друг с другом ответы, а потом задавать вопросы из этой схемы. Хотите другой вопрос? Пожалуйста, найдите другую схему. Но такая схема у каждого своя, их бесконечное количество, в этом смысле ни одна из них не лучше, ни хуже другой, очень много реальности, но, по их словам, есть и реализм, и локальность. И это они в рамках этой схемы, они это демонстрируют, но их никто не слушает, потому что никому не хочется быть таким ограниченным. И прежде чем что-то спросить, сначала расчертить прямо огромную таблицу, сделать вычисление с помощью Ременовича Рёдингера, убедиться, что разные части не интерферируют. И тогда, если вы оказались в таких узких рамках, тогда да, тогда у вас и локально, и свойства, и даже они объясняют, почему неравенство было, там не по делу и так далее. Ну, в общем, тут вот людей столько, сколько и мнений, и повторюсь, я отвлёкся от прямого ответа, от конкретного ответа. Значит, релятивистские варианты вспоминают периодически, но не слишком часто, потому что она не всегда нужна. Часто это, например, просто логические рассуждения, логическая схема того, что вы предполагаете, или дополнительные предположения. Нет, смотрите, какая история, что если у вас уравнение Шрёдингера, ну там не вак, уравнение Дирак, если хотите, там, пожалуйста, квантовая теория поля, ну давайте проще про равнение Шрёдингера, у вас есть уравнение Шрёдингера, то всё, что происходит, подчиняется уравнению Шрёдингера. Дальше говорит следующее. Измерение — это то, когда из-за большого прибора часть, включая измеряемую систему, выходит с подчинения уравнения Шрёдингера. Ну, определите, почему выходит и как выходит. На самом деле, это перенесение, попытка перенести в трёхмерное пространство то, что в нём квантовых механикам, обратите внимание, волновая функция не является, она не похожа на магнитное поле, она не является функцией на физическом пространстве. Вот, эта попытка, значит, она уходит куда-то, это математический формализм, и эта попытка так наивно перенести что-то на происходящее здесь, но она ясно совершенно логически несостоятельна. Но больше ничего сказать нельзя, у них нет определения измерения, они с ним так и не справились. То есть, Бор размахивал руками, Бор обладал удивительной способностью, как все говорят, кто его видел, проецировать своё мнение на людей и прямо завладевал вами. Из-за этого все учёные старшего поколения, когда мне было столько лет, сколько вас, когда они были молодые, они там жали руку Бору, который раз пять прижал Советский Союз, там страшно этим гордились, и все повторяли вслед за Бором, что квантовую механику нельзя понять в обычных терминах, что есть вот это всё, это муть, что есть принцип дополнительности. Бор, вообще начитавшийся Киркегора, вообще считал, что это глубокий философский принцип. Сейчас философы относятся к этому, так, в приличном обществе просто тихо пожимают плечами и отворачиваются. И, кроме того, как говорят все, с ним было совершенно невозможно разговаривать. Он высказывал туманнейшие рассуждения, считая это более-менее основой мышления. Кроме того, каждый раз перебивал сам себя, чтобы набить трубку. В результате разговор с Бором носил какой-то странный характер, но вы странным образом уходили оттуда частично убеждённым в том, что нельзя понять квантовую механику в обычных терминах, что есть какие-то вот такие странные положения. Не определили они измерения, что бы кто ни говорил. Анализ того, что написано в Ландау-Лившице, показывает, что там написано просто логический бред. Просто в одной и той же фрайле содержится логическое противоречие про квантовый прибор. Но, повторюсь, влияние вот этой Копенгагенско-Боровской школы было настолько велико, что все это повторяли. Плюс идея Shut up and Calculate – это не самая плохая идея. Этим всем большинство людей вообще всё это игнорируют. и, заткнувшись, что-то вычисляют. Когда кто-то из вас пришёл к одному из моих коллег, кто-то типа вас, который тогда ещё не стал великим, но уже собирался стать великим, и его студент спросил, ну, чем вы занимаетесь? Этот мой коллега подумал и сказал, да вы знаете, в основном подобные члены привожу. Ну вот, Shut up and Calculate – это то, чем мы все занимаемся. Но и Нобелевская премия всё-таки отражает тренд. Это всё-таки Нобелевская премия, и её нельзя дать за все эти теоретические изыскания. Ну, вообще, в принципе, нельзя, потому что непонятно, кто из них, какие из них, если берите в мою последнюю стать, скомбинируются во что-нибудь разумное когда-нибудь. Но эксперимент про ЭТО, вот он всё-таки был отмечен, это как-никак тренд сейчас. Плюс ЭТО – это квантовая информация, квантовая телепортация, квантовая криптография, это тоже прям всё по делу. Ну, то есть, если бы были скрытые параметры, то это означает, что, наверное, можно было бы обойти теорему о запрете клонирования, и, наверное, тогда то, что мы считаем, условно говоря, стопроцентной квантовой криптографией, которую законы природы запрещают взломать, можно было бы взломать, если бы мы имели бы доступ к этим скрытым параметрам и чего-то там докручивали. В этом смысле это, ну, так, наверное, пишут, когда награнты подают, что вот это тоже важно, потому что если бы там что-нибудь обнаружилось, то это изменило бы наше представление о будущей безопасности и о чём-нибудь ещё. Ну вот, вот как-то так. Я просто хочу обратить внимание на то, что, да, shut up and calculate, и это мы все к этому вот сейчас разойдёмся, и к этому вернёмся все, будем своих подобных членов приводить. Но Нобелевская премия всё-таки была в этом году за этот тренд, за вот в русле вот этих вот идей и попытки понять всё-таки, в какой реальности мы живём. Ну всё. Спасибо. 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 Спасибо.